В такую ненастную погоду, какая сейчас на дворе, не откажите себе в удовольствии выпить горячего чаю и обязательно с мёдом. Зачем тратить деньги на дорогостоящие таблетки и микстуры? Ведь с наступлением осени от простуды и гриппа можно легко, а главное вкусно уберечься, используя хорошо знакомое всем природное средство. Янис, владелец крупной пасеки и небольшого магазинчика у самой церкви Петра в Старой Риге, говорит пока, что чудесные свойства мёда открыли для себя далеко не все латвийцы, но вот туристы их уже давно ценят и не зря. Мёд очень быстро свою энергетическую и свою насыщенную информацию, и то, что в нём хорошее есть, очень быстро носит нашу кровяную систему, потому это спортсмены очень оценивают уже издавна. По словам Яниса, больше всего мёд по вкусу крупным, мужественным народам, например, русским и немцам. Возможно, в этом и заключается секрет их здоровья и силы. Энергии особо богат светлый мёд, к примеру, кленовый, яблоневый, липовый, а вот тёмный, скажем, из вереска изобилует минералами, железом, аминокислотами. Поэтому молодым людям придётся по душе липовый или майский мёд. Тем, кто постарше, советую вересковый или гречишный. Если вы чай с одной ложкой начнёте день, это как раз вот такая упаковка на 30 грамм, это одна большая ложка. Может быть, лучше, чем чашка кофе, но может быть, оба вместе с мёдом, это уже в утреннее время уже будет вам на целый день энергии. Однако, помимо мёда, пчёлы дают человеку множество других полезных продуктов, например, панацею медицины прополис, а также воск, который при сгорании дезинфицирует помещение. Ещё один важный продукт – это так называемый пчелиный хлеб или перга. В ней витаминов даже больше, чем в мёде. Вопреки бытующему мнению, ни в коем случае нельзя добавлять мёд прямо в чай. При температуре выше 40 градусов мёд теряет многие целебные качества. Лучше просто съесть одну ложку, а через какое-то время запить. Очень важно и как хранить мёд. Обязательно в полной темноте. Здесь незаменимы глиняные сосуды. В общем же, как говорят пчеловоды, добыть мёд – тяжёлый труд. Это образ жизни, ведь главным для пчеловода становятся потребности пчёл, а не его собственные. А всё ради того, чтобы уже готовый и полезнейший продукт предложить всем, кто ценит его целебные свойства. Кстати, для латвийцев цены гораздо ниже. Продолжение следует...